привет друзья сегодня 23 февраля хочу всех поздравить кто связан с защитой отечества с праздничком мы на мирном посту на одном платном водоеме недалеко от кастандар здесь всегда был полигон был для ловли зимней ловли рыбы когда нигде не клюют здесь всегда можно было зимой если нету льда приехать и половить не крупного ладошка чуть больше там до 100 грамм до 200 грамм подлещика таранки и посидеть отдохнуть из травка чисто очень красиво великолепно отличный отдых на этом водоеме когда-то очень давно ходеев проводил мастер-класс но со временем водоем перевели из ряда рыболовных в отдых есть классные беседки травка и народ приезжает сюда семьями просто отдохнуть погулять баскетбольная площадка чисто отдохнуть шашлычки и маршлычки тому подобное на все праздники здесь завито делать нечего и вот перед новым годом мы узнали что тут завезли таранку на этот водоем 30 кандров от кастандара завезли 15 тонн таранки самый настоящий и мы начали ловить таранку ловили даже очень 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 успешно особенно кто ловил на мах и ловил очень по многое но оказалось что здесь и запустили карася здесь был карась крупный хороший но довольно мало его выбивали не запускали место для нереста у него не так уж и много и вот оказался запустили хорошо хорошего сковородочного так сказать карасика и мы с моим другом саня шугаева подобрались к нему ключик карасем мы пытаемся заняться очень давно карась для фидера одна из самых сложных рыб и вот здесь мы к нему великолепно подобрали ключик и сегодня попытаемся поймать карася идет сильное изменение погоды еще неделю назад было в краснодаре плюс 16 сегодня плюс 2 вот только-только закончилась изморозь была мелкая изморозь шел завтра обещает уже минусовую температуру и на два-три дня до минус 10 обещает потом опять потепление такая у нас погода ну такая теплая зима на моей памяти за 40 лет второй раз в краснодаре мы всю зиму вот здесь проловили сначала даранку потом карася ловили очень много ну что ж начнем замеса прикормки основа у нас земля нам нужно сделать как можно бедную смесь как можно поэтому основа земля земля можно взять из кротовок тут везде много кротовок и принципе саня шугаев так чаще делает прям на водоеме набирает скотовок пробивает через это у меня возле дома было где насеять я заранее на 7 великолепно землица пахнет землей не всякими какашками с раннюю тому гадостью чистая хорошая земля теперь наша задача сделать для карася максимально тяжелую прикормку мне не нужно что полила и подошла таранка тут ее очень много она и так будет клевать не нужно чтобы зашел карась встал и мы пытались его поймать что для этого нужно сначала увлажняется земля она и так влажная капельку добавим земля сильно комкуется замешивать все земля влажная отставляем в стороночку вторая основа у нас будет сегодня лещ зимний колл ватер темная прикормка мелкая прикормки нам нужно очень-очень мало я замешиваю весь пакет все равно она увлажненная если откроет она начнет просто притч она вот сюда комкуется нам не нужен все ночью все будем просеивать увлажняем нам нужно тяжелая прикормка максимально чтобы не пылило мигать она уже увлажненная поэтому набирать долго воду она не будет она уже влажно просто добиваем отлично потом мы замешали ждать чтобы напилась воды и не надо она уже была увлажнена и теперь начинаем мешать вот этот объем буквально несколько литров на данный момент добавляем 2 горшник прикормки прикормка должна нам только для того чтобы на запах пришла рыба все она не должна есть есть она будет мотыль которому добавим порционно в прикормку но чтоб рыба на запах пришла ковырялась при кормке выбирала мотыль и аккуратненько вкусненько красивенько ловились все на данный момент у нас максимально бедная смесь вот мы сейчас опять пробьем земли всегда образовываются комочки и нам именно комки надо просто убрать вот комочки которые образовались они нам не нужны если будет пылить придет таранка плотва красноперка подлещик но они не нужны в итоге у нас где-то получилось там один восьми один десяти смесь готово вот такая красивая меренькая вкусно вкусно нежно с мягким запахом с очень мягким запахом черная прикормка получилась и на нее мы попробуем поймать сегодня карася большинство платных водоемов краснодарского края это степные речки перепруженные их не особенность у них есть небольшая бровка недалеко от берега а то может буквально 8 5 метров 13 может 20 чаще всего это в прибрежной зоне небольшая бровка чаще всего там 15 20 сантиметров глубина чуть больше метра это боль одна бровка недалеко от мостика или берега единственное что бровки идет плавный спуск потом это небольшая бровочка и опять корыто дальше идет до следующего берега корыто с плавным погружением или без здесь то же самое здесь рядом далеко от берега бровка в принципе вот на этом месте 13 метров метровым штыком до нее ребята доставали поэтому будем ловить все в прибрежной зоне сейчас мы будем эту бровочку искать ищем простой металлической сеточки кормушки так как ничего особенного нету нам ракушку макушку глину ничего искать не надо выбираем дальний дальний заброс погружение и и и еще маленький маленький уступчик буквально маленький и от рыба будет вся перед ним на данный момент бывает такое что вот 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 мы и нашли бывает такое что же легкими кормушками не можешь его найти я всегда работаю шнуром плетенка монкой ловить не терпеть не могу и и всегда исключительно проверяем я встал прям буквально в полутора метрах от нее отлично все нашли теперь стартовый закорм поменяем кормушечка на более тяжелую но перед этим в прикормку добавим и разобьем мотыля ловить сегодня будем на опару ловить будем рыбу на опару шеи мотыля обычный не кормовой мотыль обычно добавляем посыпаем прикормку и разбиваем его полностью разбираем по всему верху перемешивая с землей в итоге в кормушку он будет попадать по чуть-чуть порционно и прямо отсюда ну давай будем выбирать для насадки меняем кормушку на большего размера только для закорма сейчас штук пять положим кормушек нам нужно чтобы на точку зашел карась на точку зашел карась встал и выбирал ковырялся моделя именно выбирал мотыль прикормка должна его приманить грунт у нас для создания объема и мотыль как удержание на точке карася так как на данный момент ему нужен только мотыль 6 в том в том в том что он будет в корму и там так как он может быть на этом он 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 при ловле с землей есть маленький нюансик земля сохнет она очень быстро на ветру на солнце очень быстро сохнет поэтому надо иметь поливизатор я его к сожалению сегодня забыл дочка это утащила ловим легким удилищем да его тендер моя любимая палочка я надеюсь вытаскиваю без проблем таскал 3 килограммов карпов очень мощная шикарная пикерок просто сказочный из всех пикеров что я пробовал это лучше просто лучше из лучших не реклама просто мои ощущения один из нюансов ловли по холодной воде и ловли карася которого мы пришли карась кормится с кормушки начнему нужен максимально короткий поводок здесь у меня палатки по 30 сантиметров мы будем укорачивать где-то до 15 20 начнем буквально с двух мотыликов дальше один из нюансов еще кроме короткого поводка это дипа я сам не люблю использовать но зимой по карасю нам надо выделить и нам именно надо выделить вот этих мотыликов именно зимой по карасю дипы показывают себя просто великолепно уже всю эту зиму проводим эксперименты дипы работает очень работает лучше всего показал себе чеснок все первый заброс сделан пушки на макушке и ждем рыбку и вертип у меня 075 в идеале были бы вообще 05 сейчас у меня его нету должно и его купить на это удилище дайва тендер посадочная ковертипа 2 и 2 великолепно подходит от змx ковертипы хайпро у хайпро разных удилищей три вида посадочных 2 и 2 3 3 2 вот от 2 и 2 мы берем великолепные кивертипы 05 и вообще сказочные они очень тоненькие очень нежные легко ломаются сам сами кончики сворачиваются в губль но малейшее прикосновение рыбы всегда показывает идеально не будем долго ждать больше двух минут мы ждать не будем будем делать перезабросы нам нужно поставить рыбу зимняя рыбалка это такое рыба может подойти сразу начать ловиться может вообще не подойти попадали мы так на разных водоемах когда сидят 45 человек от фидера до махалки разные прикормки и у всех полный ноль полный никто не увидел за день и поклев может подойти сразу может подойти через час через два очень часто такое бывает что час-два у тебя нету рыбы потом рыба становится и великолепно ловится бывает вымучивание по одной по 2 за рыбалку посмотрим похолодало конечно существенно на той неделе было плюс 16 сегодня плюс 2 завтра обещали сегодня с обеда обещались дождь завтра до обеда дочь после обеда снег у нас тут уже все цвести начинается первого цвета полезли во все прошло не очень много времени рыбка начала вроде бы поклевывать местный котик вот тут к нам гости пришел уже не голодный и даже уже что-то совсем немножко есть садки было поймана уже несколько тарана чик один карасик один спут карасик все они такие здесь хитрые была очень резкая хорошая поклевка но не засеклась на счете 35 была поклевка подождем еще трошки вот с бац и мимо они сидит тараночка котику будет счастье обычная самая нас самая настоящая азовская таранга 30 километров от краснодара и мимо тараночка где красит где красить сейчас это с вот таким коротеньким поводочком еще укоротить что ли тяжелую тяжелую купил чесночный спрей чесноком пах еле 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 вылил его коробочку дома большую чесночину почистил раздавил туда добавил несколько часиков постоял процедил обратно залил огонь теперь еще на пару суток чесноком вонять руки будут тараночка тараночка где же карасик сообщение поздравительные сыпется санька шугаев не захотел со мной ехать зато на карасе не сидит возле дома ловит таранку плату таранка стала плотненько валом сейчас поставить длинный поводок и можно колбасить колбасить и колбасить и точнее интересно ладно кизина киз-киз проглотти кушает она знает все время к нам приходится классно офигительно вот сидишь кайфушник далеко бросать не надо просто легкое удилище именно кайф от рыбалки получает было капельку теплее был бы вообще просто обалденно было а вот он и красавец карась один мотыльник сработал и да нет я то думал просто перекрестнулась эх таранка плотва обычная плотва кися не наглей не таранчик таранчик вот такая вот красавица красавица не таранчик и таранчик м и и и и и и и и боец ой боец вот такой красавец вот зимний красавчик карасик